Здравствуйте, с вами интернет-портал района Некрасовка. Мы продолжаем рассказывать о работе грузков и секции дополнительного образования в московской школе номер 2053. Сегодня речь пойдет о занятиях по изобразительному искусству. В общеобразовательной программе есть уроки по этому предмету, а дополнительные занятия организованы с целью развить уже имеющиеся способности у обучающихся. Процесс совершенствования навыков по изобразительному искусству проходит в просторном помещении, имеющем хорошее естественное освещение в дополнение к электрическому. Аудитория оборудована специальными партами, досками и мольбертами. Здесь есть необходимый реквизит – краски, карандаши, кисти, бумага. Практикуется рисование мелом. Здравствуйте, меня зовут Емельяненко Павел Юрьевич. Я преподаватель изобразительного искусства в школе 2053. Помимо основных уроков, мы проводим дополнительные занятия для всех желающих детей, которые хотят научиться рисовать. Рисовать и создавать уникальные вещи. В школе очень много талантливых детей. Многие из них, независимо от класса, будь то первый, шестой, седьмой, очень боятся и очень стесняются своих рисунков. Но если им дать возможность себя выразить, они начинают красиво работать. И дети действительно хотят уметь делать красивые вещи, выражать свои чувства на бумаге. Но для этого их нужно вдохновить. Многие дети, которые раньше говорили, я не умею рисовать, попробовав, начинают создавать уникальные вещи. Конечно, лучше, если они начинают учиться уже с первых классов. Потому что тогда у них больше шансов достичь высоких результатов. Исходя из своей жизни, я помню, что с детства я наблюдал за работой своего отца-художника. И в результате даже те вещи, которые я не делал сам лично, детская память восстанавливает, и рука начинает повторять то, что, казалось бы, сам не делал. Очень важно, как ребёнок начинает развиваться и старается делать всё своими руками. Дети, занимаясь на ДОП занятиях, не просто учатся работать краской, карандашом, они учатся и изучают те приёмы работы художников, которые в обычной школьной программе просто не успеют освоить. И в результате достигают лучших результатов. Те дети, которые, позанимавшись год в своём классе, начинают выделяться и свои рисунки делать значительно лучше. Лучше выражают чувства, выражают объём предметов, ощущение пространства, начинают воспринимать перспективы удаления предметов. Всё это возможно только, если ребёнок занимается дополнительно. Молодцы девчонки в первом классе уже начинают рисовать. То есть результат значительно лучше. Они выделяются в своих классах. Их рисунки выделяют за счёт того, что они работают лучше. Дети более старших возрастов создают уже уникальные работы. Они начинают мыслить более осознанно и объёмно. Их рисунки становятся объёмными, глубокими. На них больше смысла, нежели просто плоскостной рисунок. Очень важно не просто, чтобы ребёнок хотел рисовать. Важно ему дать возможность работать хорошим инструментом и научиться правильно им пользоваться. Потому что если ребёнок получает в руки некачественную кисть, пытаясь изобразить что-то на бумаге, он очень быстро теряет к этому интерес, потому что ничего не получается. Поэтому здесь очень важно дать ребёнку хороший инструмент в руки и научить его правильно им пользоваться. Как только он начинает выполнять правильное движение, воплощать свои идеи на листе и видеть, что у него получается, у него появляется интерес, он хочет сделать больше. А для этого нужно тренироваться. Здесь очень важно дать ему стимул и дать ему навыки. Поэтому мы и ведём эти дополнительные занятия, чтобы каждому дать возможность выразить себя и стать лучше. А сейчас Павел Юрьевич познакомит нас с работами учащихся, сделанными в разное время на уроках изобразительного искусства. Вот хороший наглядный пример работ детей не в качестве доп. занятий, а в качестве школьной программы. Все рисуют по-разному. У одних получается плохо, другие делают сразу и хорошо. Вот эти работы в шестой класс выполнили девушки непосредственно на уроке. Кто-то из них где-то занимается, кто-то учится по компьютеру, у кого-то просто получается хорошо. Это работы седьмого класса и шестого. Сделаны непосредственно на сорокаминутном уроке по изобразительному искусству в рамках школьного задания. Вот это домашние работы ребят, которые выполняли их тоже в качестве задания в школьной программе. У нас были занятия по натюрморту и по геральдике. Идем ниже. Четвертый класс. Это работы, выполненные как домашние работы и как работа непосредственно на уроке. Ребята работают и успевают выполнить довольно серьезный рисунок. И, наконец, третий класс. Эти работы выполнены также на уроке. Это работа неизвестного художника. Ребенок забыл подписать свою работу. Я даже не смог поставить оценку, но сохранил ее. Вот эта работа выполнена цветковой Алисой непосредственно на уроке в качестве задания натюрморта. Сейчас она у нас здесь в зале. Алиса, подойди, пожалуйста, ко мне. Повернись в камеру. И вот эту работу Алиса сделала буквально минут за 20. Настолько быстро и качественно она работает. Она нигде не занималась, она училась работать по компьютеру. Поэтому я ее пригласил в свой класс дополнительного образования для того, чтобы она занималась. И вот эта работа тоже есть. И вот эта тоже работа Алисы. Мы разговаривали о том, какие бывают уникальные, интересные животные, как они себя ведут. Тоже сделано очень быстро. А покажи, что ты сегодня сделала. И также представьте себе, девочка учится в третьем классе. Насколько хорошо она учится. Это не я ее научил. Она уже умеет рисовать. Поэтому наша задача выявить детей, которые хорошо рисуют, и дать им большее. И тех, кто хочет, научить быть не хуже тех, кто уже что-то умеет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова